Рабочих двое строителей, там было двое религиозных евреев и один раб-христианин-полицейский, который пожертвовал своей жизнью и убил этого убийцу-маньяка. Теперь, значит, и кто-то пишет, что делать против этого террора, что делать там, ну, их надо убивать, но их убивать нельзя. А как ты убьешь его? То есть, пока человек не убил никого, ты же не можешь его убить. А и пока он, ну, то есть, нет решения этому вопросу. Но я написал, я говорю, попробуйте то, что Бог сказал. Бог сказал, если народ Израиля будет соблюдать все заповеди, то во всем мире наступит вообще полностью, как народ священников, наступит прямо небо на земле. Говорю, попробуйте соблюдать шаббат, попробуйте, давайте попробуем вместе, да, попробуем, а вдруг получится. Не-не-не, это нет, нет, это не решение, это не решение. Вот убить всех, там, арабов это решение. А как же убить всех арабов? Это стать такими же маньяками, как они еще хуже, как те убийцы, которые убивают. То есть, понятно, да? Очень я вам скажу, что единственная возможность в этом мире, в этом мире убрать зло, это усилить добро. Там, где есть свет, там нет тьмы. То есть, тьма, она появляется там, где нету света. Где есть свет, такого понятия, как такового, тьма и зло нет. Там, где нет света, появляется тьма. Там, где нет добра, появляется зло. Поэтому усиливать добро, усиливать свет, это то, что мы можем противопоставить всем катаклизмам и событиям, которые происходят в мире. Хорошо, значит, сегодня мы изучаем, мы изучаем, интересно, начинается сегодня книга о Йом-Йом, сегодня 27-е Адара, с такой интересной идеей. Почему погибли сыновья Аарона? Сыновья Аарона погибли, потому что они слишком высоко поднялись в святости. То есть, здесь есть очень интересное, нам Всевышний дал такое, как испытание, да? Значит, испытание такое, что ты в этом мире, ты с одной стороны должен оставаться человеком, используя все человеческие, реализовывая все человеческие возможности. В этом случае, в этом мире человеческие равно животные, да? То есть, мы размножаемся, как животные, одинаково. Мы кушаем, как животные, мы, значит, спим, как животные. То есть, мы стремимся, там, к лидерству, как животные. У животных то же самое, там, в любой стае есть стремление к лидерству. В любой, там, крысы, мыши, зайцы, волки, львы, тигры. То есть, у них примерно такая же иерархия. Они бьются за то, чтобы быть первыми в своей стае, да? И так далее. То есть, мы, с одной стороны, мы в этом мире реализовываем все свои животные инстинкты. С другой стороны, мы должны это делать, используя по божественным заповедям. То есть, мы должны понять, осознать, что вот есть Бог, Творец Мироздания, который нам дал какие-то заповеди. С третьей стороны, если мы слишком цепляемся за Всевышнего и говорим, вообще меня этот мир не интересует, я хочу уйти в духовность, то мы умираем. То есть, получается, человек должен остаться вот в этом вот промежуточном состоянии. То есть, реализовать свои животные инстинкты, но по божественному плану. То есть, добро, зло, честность, правда, никому не принести ущерба, в бизнесе быть честным, с семьей жить только с женой, с детьми, ну и так далее. То есть, как бы, даже если ты власть, например, да, такой момент, власть. Тора нам говорит, наоборот, вот хочешь власти, Тора говорит, подумай, потому что Йосеф, который был цадик, праведник, он умер раньше, чем все остальные братья, потому что власть сокращает жизнь. Так прямо написано. То есть, мы можем, ну, если ты, как сыновья Аарона, на Давы-Авиу, которые, когда открыли мешкан служения, они сказали, мы хотим прямо выше, 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 они поднялись в духовном уровне на самое высокое и исчезли. И исчезли. Это как раз у меня большой вопрос, вот, к папе римскому, к монахам. Бог же сказал, плодитесь и размножайтесь, населяйте землю. То есть, слишком большая святость и уход от материального мира, Бог сказал, этого делать нельзя. Это приводит к смерти. И действительно, мы видим, что те, кто берут на себя, там, монашество какое-то и так далее, они отрываются от этого мира и они исчезают. То есть, у них нет продолжения никакого и они уходят из этой жизни. То есть, должно быть все вот в норме. Теперь, обретение неба на земле. Что нам советует эта книга? В этой книге, значит, сегодня такой коротенький, коротенький, маленький отрывок. В ряде случаев мы видим, что дела как бы выходят из-под нашего контроля и продолжают свой путь сверхъестественным порядком. Тогда остается только делать то, что следует и не мешать Богу. Значит, что это значит? Вот мы сейчас как раз находимся в этом ряде случаев, в этом иногда. То есть, события вышли из-под нашего контроля. То есть, вообще, просто какой-то сюрреализм, какой-то вообще фантастический фильм. Такого не могло быть, чтобы Россия ракетами стреляла на украинские города. Да, это сюрреализм. Даже в фантастическом фильме ни в каком это невозможно было бы представить, чтобы такое было. То есть, сказали бы, давай снимем. Это невозможно. Это нереально. Но мы видим, что события вышли из-под нашего контроля и продолжают свой путь сверхъестественным порядком. Действительно непонятно. Я не могу контролировать ничего из того, что там происходит. Ну, никак. И что говорится? Тогда остается только делать то, что следует и не мешать Богу. Все. Мы тогда делаем урок Торы. После урока Торы занимаемся работой. Работаем. Потом обед. Потом работаем. Потом ужин. Потом общаемся с семьей. Потом ложимся спать. Все. Утром проснулись, помолились. Значит, потом потренировали. Все. То есть, идем по порядку. Каждый выполняет свое. И если мы хотим, мы видим, что очень много тьмы вокруг. Ну, то есть, нам кажется, что действительно что-то происходит ужасное. Значит, мы увеличиваем свет. То есть, мы добавляем в свою ежедневную программу больше добрых дел, больше молитвы. Тут псалом почитал. Тут помог кому-то. Тут еще одно доброе дело. Тут еще одно доброе дело. Тут еще один урок Торы. Значит, тут что-то выучил наизусть. Тут еще помолился. Все, значит. Вот такой совет хороший. И ты тогда оказываешься хоть ты на земле, но ты уже на небе. Дальше. Дальше сегодня опять отрывок из недельной главы. Мы находимся в книге Ваикра. Глава Тазрия. Это главы Татьяне Медицинские очень. Да, Медицинские главы. Постоянно идет осмотр каких-то пятен, каких-то язв, каких-то проказ. В общем, меня это всегда очень усыпляло. Да, вот эти вот главы. Но, значит, это Тора. И мы отсюда можем очень много вещей учить интересных и нужных для себя. Значит, когда мы изучаем про... Вот сегодня отрывок. Ваиш, оиша, киебо, нега, брошь, обе, закан. Значит, мужчина или женщина, если будет у них нега, это язва такая, да, на голове или в бороде. То есть мы видим, что раньше тоже с бородой ходили. Вот ситуация другая. До этого мы изучали на коже разные язвы и пытались понять. Мы пытались понять, а Бог сказал точно священникам, какая язва делает человека духовно нечистым, какая язва делает его чистым, а какая сомнительная. И вот то, что я больше всего для практической жизни выучил из предыдущих глав, что если ты не знаешь и у тебя есть сомнения, дай 7 дней на исследование. Если тебе через 7 дней ты собрал новые данные, продолжает быть непонятно, дай еще 7 дней на исследование. То есть иногда не хватает данных для того, чтобы принять какое-то решение. Так не принимай. Тогда решением является собрать еще больше данных и через принять решение, отложить принятие решения на 7 дней. Теперь здесь нам рассказываются язвы на волосяном покрове. Волосяной покровь. Вераа Коэн это нега. И посмотрит, осмотрит Коэн, священник, эту язву. И вот Морео Амок Минаор. И видит он, что эта язва, она глубже, чем кожа. Убо Сеар Цаоф Дак. И в ней есть волосок желтенький, тонкий, тонкий желтый волос. И сделает его тогда, объявит его нечистым, духовно нечистым священник. Значит, это вот эта язва и это проказа на голове или у него на бороде. Значит, проказа. Повезло человеку, да. Потом он на седьмой день его осмотрит. Очень интересно здесь. Ну, в общем, тут все это про язва. Я сейчас не буду все это читать. Скажу только, скажу только интересно. Здесь рассказывается вот. Вы иш, о иша. Мужчина или женщина. Когда будет на коже у них светлое-светлое пятно. Два раза написано. Светлое-светлое пятно. И вот тут на это светлое-светлое пятно, любая честная рэба, нам дает идею. Значит, почему написано светлое-светлое пятно? Он говорит, смотрите, белый цвет – это символ чистоты и невинности. Это все знают, у всех вообще, да. Белый свет – это вышло… Я читаю одновременно, да, что вышла ситуация из-под контроля. Значит, белый свет – символ чистоты и невинности. Поэтому появление на теле белого пятна, оно… Почему же тогда пятно язва начинается с белого пятна? Если это духовная нечистота, почему тогда белое пятно задает вопрос кубавчистой рэбе? Он говорит, в этом есть смысл. Он говорит такую вещь, что белое пятно – это еще не язва. Оно могло свидетельствовать об избытке духовной энергии. То есть, появляется на коже чувствительность. Вот в то время, когда был храм, через кожу были видны духовные проблемы человека. И когда появляется белое пятно – это избыток духовной энергии. Это происходило, когда ощущение духовного экстаза не уравновешивалось преданностью божественной миссии. То есть, это я видел много раз. Когда люди в религиозном экстазе, наверное, вот это объяснение тому, что делают маньяки, убийцы, которые в религиозном экстазе убивают невинных людей. То есть, есть такое понятие – религиозный экстаз. То есть, человека начинает плющить, колбасить, он просто… Ну, то есть, его уносит в духовный мир. Теперь… Но у него нет преданности – божественная миссия. Божественная миссия – это добро, любовь, давать, милосердие и так далее. Получается, получается, чтобы Дмитрия Латуха, чтобы была безопасность, Дмитрию и всем, кто учится сейчас под взрывами, чтобы ни одна ракета падет тысяча слева и десять тысяч справа, а к тебе ничего не притронется. Чтобы было, есть такой вот псалом, значит, чтобы всех вас охранял Всевышний. Теперь смотрите. Когда человек начинает от вот этого духовного экстаза сильно плющить, да, экстаз у него, а у него нет уравновешенности, что уравновешенность – это, что Бог – это любовь и добро. И в этом контексте грехзасловие, на которое указывает язва проказы, можно рассматривать как излишнее проявление того, что могло и должно было служить святости. Однако вместо этого превратилась противоположность. Значит, он говорит, смотрите, проказа – это следствие злоязычия. Теперь начинается все с белого пятна. Человек религиозный, он говорит, я святой, и все должны быть святыми. И в этот момент его как бы начало, оно прекрасное, это белое пятно. Я святой, все должны быть святыми. И у него потом два выбора. Или делать добро. И он говорит, я сейчас на своем примере покажу, что такое быть святым. И он берет, начинает кормить больных, проведывать стариков, начинает делать добро. Или второй вариант, он говорит, я святой, и все должны быть святыми. Но я сейчас возьму автомат и поубиваю всех, кто не хочет быть святыми. По моей версии, что значит быть святым. Это второй вариант. Вот это то, на что обратил внимание Рубайч Стеребе. Вначале идет белое пятно. Это признак духовной святости. То есть человек, который становится слишком духовный, слишком экстатично, да, экзальтированно духовный. То его начинает прямо колбасить, и он становится реально как белое пятно, как белая ворона. Теперь, если он стал как белая ворона, и при этом он, у него есть миссия добра, то он начинает делать очень много добра. И люди, в принципе, говорят, молодец, святой, хороший. Действительно, Бог есть. И смотри, сколько этот человек делает добра. А если его начинает колбасить, я святой, белое пятно. Он говорит, ну я сейчас всех поубиваю, кто мне не кажется святым. Или не поубиваю физически, но злоязычие и лошонара, это как раз из этой же серии. Он начинает оскорблять, он начинает других там оценки им давать, такие, ну, уничижительные, да. И что тогда? Тогда это проказа, и это белое пятно превращается в язву. А в обычной жизни этого террориста-то убили. То есть, ни один террорист, который взял в руки оружие, он может добиться временного какого-то успеха, в кавычках своего, да. Но в итоге их всех убьют. И мало того, что их убьют, их с позором убьют. И, то есть, это, ну, все на небо они придут, а им скажут, что ж ты убийца. Он скажет, я же, я же святой. Ему скажут, нет, Васенька, ты, не Васенька, это такое неправильное слово. Я сказал, нет, ему скажут, прям ему ангел такой, грозный какой-нибудь ангел скажет, ты убийца невинных людей. Убивать нельзя, везде написано, на скрижалях, в Коране, в Библии, везде написано, убивать невинных людей нельзя. Ни с какими объяснениями, ни с какими оправданиями, ни с какими, там, хорошими намерениями. Невинных людей убивать нельзя. Все, тот, кто это делает, он преступник. Все, удачи вам, успехов, дорогие друзья, чтобы мы давали много света, чтобы все были здоровы, счастливы. И чтобы маньяки, они лучше себя пусть убивают самостоятельно. Хотят убивать, пусть себя убивают, делают себе характери, и все. То есть, это будет самый богоугодный поступок, значит, чтобы маньяк себя убил. Все, всем счастливо. Все, все, Guide. Все, глян Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...